Детский оздоровительный лагерь «Чайка» – удивительное тихое место на берегу Молочного лимана, окруженное со всех сторон густым лесом. Сюда съезжались дети со всех уголков Украины и ближнего зарубежья. Сам лагерь находится в очень хорошем месте. Это лес, 3,8 гектара земли. Это лиман, пляж, условия для отдыха, для оздоровления, природные условия. Они очень хорошие, скажем так. Последний раз лагерь встречал своих маленьких постояльцев три года назад. И причиной этому являются достаточно дорогие путевки – более 5 тысяч гривен. И это при том, что «Чайка» давно не отвечает высоким стандартам. Желающих по таким ценам покупать путевки очень мало, потому что у людей нет денег. А предприятия и профсоюзы эти путевки уже практически не оплачиваются только за счет государственных фондов. Сейчас «Чайка» напоминает скорее зону отчуждения. Проходившиеся крыши, отвалившаяся штукатурка, выбитые окна, провалы в полах, ржавые плиты и оборудование в пищеблоке. Последний раз косметический ремонт здесь делали почти 10 лет назад. А инженерные сети и вовсе не менялись. С тех пор только так поверху подкрашивалось, здесь ничего такого кардинального не делалось. Начали просаживаться полы, потому что там гидроизоляция уже, считайте, 45 лет. Поэтому они уже начали пропадать. Лагерь «Чайка» находится на балансе Мелитопольского районного совета. По словам чиновников, для проведения даже косметического ремонта необходимо 800 тысяч гривен. Полная реконструкция по самым скромным подсчетам будет стоить около 2 миллионов гривен. Но таких денег в районном бюджете нет. Един из вариантов был предложен рассмотреть вопрос об использовании его с областным советом. После этого я вышел на председателя областного совета Самарадака Григора Викторовича, направили ему письмо. Сейчас, говорят, в облсовете разрабатывается стратегия и просчитываются возможные варианты дальнейшей работы лагеря «Чайка». В данный момент времени обрабатывается в профильных комиссиях Запорожского областного совета. Хочу сказать, что вопрос в приоритете, поскольку вопрос касается детей. Дети для нас это всегда очень важно и всегда будут в приоритете. На данный момент Мелитопольский райсовет может позволить себе лишь выплачивать заработную плату персоналу лагеря, состоящему из двух охранников, а это 120 тысяч гривен в год. Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5.